МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они могут позвонить, и мы окажем содействие, и приедем к ним НАДО. А вам нужно оформить пенсионные документы. Тогда специалисты фонда сами придут к вам. Мобильные офисы ПФР по одному звонку выезжают к тем, кто не может покинуть дом по состоянию здоровья или возрасту. Я был бы счастлив. У спортсменов у Джигуты вскоре будет возможность повысить интенсивность своих тренировок. А в их городе возводится новый физкультурно-здоровительный комплекс. Любой житель планеты Земля на сегодняшний день может подать заявку и принять участие в наших учебных тренировочных сборах. Хватит ли у вас духа стать скалолазом? Испытания для настоящих мужчин доступны каждому жителю республики. Провести свободное время не просто в горах, а на скалах предлагает программа «Твой выходной». Финансовая помощь селу. Более 830 миллионов рублей за пять последних лет, выделенная в Карачао-Черкесии на сельхоз «Гранты». На эти средства минсельхоз помог встать на ноги более чем 700 начинающим аграриям. А свыше 400 фермеров расширили уже имеющееся хозяйство, благодаря победе в грантовом конкурсе. Прозрачность конкурсного отбора и ужесточение правил участия в нем обсудили на рабочем совещании в Аграрном ведомстве республики. Представители минсельхоза МВД, а также главный федеральный инспектор аппарата полпредства по Карачао-Черкесии. Вместе искали там ответы на эти вопросы. Сюжет Татевик Джилавян. Более 600 грантов для начинающих фермеров, более 400 для поддержки семейных ферм и более 800 миллионов финансирования за пять лет. 249 новых рабочих мест. Сельскохозяйства Карачао-Черкесии с года в год получат ощутимую государственную поддержку. Я вырастил, вы вырастил, вы знаете, это самый тяжелый труд. Потому что и корова, и никто не посмотрит, и что погода какая, снег идет, или дождь, или ветер дует. Они не будут, так сказать, их надо за них постоянно ухаживать. И я считаю, что это самый-самый благородный труд. При этом состав комиссии по распределению грантов 11 человек. И только двое из них представляют минсельхоз. Вдобавок, все документы, принимаемые комиссией, проходят антикоррупционную проверку. С этого года введен еще ряд новшеств, больная оценка, казначистское сопровождение субсидий, выписка из банка, где обозначено, что фермер уже имеет не менее 40% средств от суммы гранта. Но в то же время количество проверок для фермеров, уже получивших гранты, это уже непростой вопрос. Мы не хотим, чтобы не было никаких проверок правоохранительных органов. Наоборот, мы этому рады, что наши правоохранительные органы помогают нам в этой сложной работе по проводимым проверкам. Единственное, просто мы просим, чтобы эти проверки были системизированы и минимизированы. Самый главный орган надзорный, который контролирует, раз, координирует, два, и организует три проверки, это прокуратура. Совещание проходило в рабочем режиме. Больше публичности в работе ведомства. Создание нового идейного органа для сокращения проверок. Помощь фермерам только начинающим работу. Всегда двери открыты, мы только за прозрачность. ТТГ Олег Молхожев, Архив, 24. Передвижная мобильная клиентская служба Пенсионного фонда России по Карачао-Черкесии продолжает регулярные выезды по республике. Мобильный офис на колесах ориентирован прежде всего на тех, кто не имеет возможности по состоянию здоровья или в силу преклонного возраста самому проехать в районное управление ПФР. Автомобиль клиентская служба оснащен всем необходимым для такой работы. Там можно подать документы на пересчет пенсии, установление компенсационных выплат и так далее. Чтобы специалисты клиентской службы посетили вас на дому, достаточно сделать один звонок по телефону горячей линии или обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда по месту жительства. Услугами мобильной клиентской службы могут пользоваться как и пенсионеры по возрасту, так и пенсионеры по инвалидности, которым сложно будет к нам выехать. Также они могут позвонить, и мы окажем содействие, и приедем к ним на дом. Но есть еще один способ получить пенсионное удостоверение. Оформить ребенка в детский сад и записаться на прием к врачу, не выходя из дома. Электронный портал Госуслуг предоставляет сегодня для граждан России огромный спектр. Быстро, комфортно, без лишних затрат времени. Наш корреспондент разбирался, в чем секрет удобства этого портала. Фатима Биджиева – ведущий специалист одного из предприятий «Черкеска». На портале Госуслуг зарегистрировалась недавно по совету знакомых. Решила попробовать оформить пенсионное удостоверение, не выходя из кабинета. По интернету. И не пожалела. Чтобы не толкаться по очередям, я решила зарегистрироваться на портале Госуслуг и получить свое пенсионное удостоверение через онлайн. Поначалу казалось, что будет сложно. Но я разобралась, мне подсказали. И было очень даже просто. И легко. И очень даже удобно. Очереди в коридорах пенсионного фонда скоро останутся в прошлом. Через портал Госуслуг теперь можно распоряжаться назначением и выплатой пенсий, социальных пособий и инвестиционными накоплениями на счете. Проверить остаток по материнскому капиталу и оформить множество документов. Более 30 заявлений на свои услуги Пенсионный фонд по Карачаево-Черкесии принимает именно через этот сайт. Есть услуги, которые в режиме онлайн. Допустим, если получить информацию из лицевого счета, из своего в Пенсионном фонде, то это буквально сразу вы получаете. Государственные услуги в электронном виде пользуются большой популярностью у клиентов фонда. И в настоящее время доля граждан, которые уже воспользовались электронными услугами, составляет более 70%. Воспользоваться Госуслугами через электронный портал сегодня может абсолютно любой гражданин России. Для этого достаточно пройти простую процедуру регистрации. Зарегистрироваться на портале очень просто. Вы можете зайти на сайт Госуслуги, зарегистрироваться самостоятельно и получить так называемую простую электронную подпись. Далее вы можете прийти в любое МФЦ и подтвердить эту электронную подпись, получить полный доступ к порталу Госуслуг. Что очень удобно, выход на портал Госуслуг доступен сегодня любому обладателю смартфона. Помимо всего прочего, существует мобильное приложение портала Госуслуг. Находясь в поездке дома или на работе, вы легко можете проверить свою задолженность, оплатить услуги ЖКХ или оформить необходимые документы. Для этого всего лишь необходимо установить себе приложение. В общем, в любой точке мира, где есть доступ к интернету. Быстро, удобно и комфортно. Мадина Лайпанова, Роман Баюра, Архиз 24. Спорт в массы. У жителей Узжугуты вскоре появится возможность заметно повысить планку своих спортивных достижений. А в городе активными темпами возводится новый, первый в истории Узжугуты вскультурно-оздоровительный комплекс. Строится он по соседству со школой. Ребята в которой, как и их учителя, с нетерпением ждут открытия этого фока. Со строительной площадки репортаж Татавик Джилавян. Продевалки с душевыми, кабинеты для медперсонала, тренеров, другие административные и технические помещения. Все это найдет свое место в новом ФОКе. Работы на объекте возобновились с начала этого года. И идут очень динамично. С опережением графика на целых шесть недель. Ну, во-первых, повезло с погодой раз. Ну, а особо хочу отметить поддержку местной администрации. Оперативно реагирует на наши локальные проблемы. И по паспорту, вот вы когда должны закончить? Ну, в мае следующего года. Новый ФОК обещает стать центром спортивной жизни Узжугуты. Дать местной молодежи шанс на успешную спортивную карьеру. А кроме всего прочего, еще и трудоустроить горожан. Мы уже поговорили о том, что наконец-то население будет занято. Но, тем не менее, это же еще и новые рабочие места. А сколько здесь планируется человек трудоустроить? Здесь комплекс целый. Он физкультурно-оздоровительный комплекс. То есть здесь будет врач, тренер. Естественно, вот эти все должности, то есть работа, связанная именно с обслуживанием этого комплекса. Конечно, будут дополнительные рабочие места. Это человек 15 еще себе работу найдут? Да, однозначно. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс строится по соседству с третьей Узжугутинской школой. И местные ребятишки с нетерпением ждут окончания этой стройки. Ведь спортивный зал, в котором они сейчас занимаются, разменял уже пятый десяток. Правда, капитальный ремонт в нем уже провели. И назвать его непригодным для занятий никак нельзя. Особой популярностью здесь пользуются игровые виды спорта. Фарид Абаташев уже четвертый год занимается баскетболом. Она капитан школьной команды. За что любить именно баскетбол? За то, что он дает возможность добиваться какого-либо успеха и преобладать в чем-либо, показывать свой профессионализм. Мечта любого спортсмена – победа и высокий результат. А для того, чтобы их добиться, необходимы не только природные задатки, мастерство тренера и упорный труд, но и современная, развитая спортивная инфраструктура. Это очень большие плюсы, поскольку если будут такие возможности, мы можем сразу после школьных занятий посещать как раз этот комплекс. И потом по возвращению мы можем идти на дополнительные занятия, можем также возвращаться в школу, заниматься своими делами или просто идти домой. Это очень большой плюс, поскольку мы все живем не так далеко от школы. Этот комплекс будет близко и возможность заниматься будет большой. Мы будем заниматься чаще, и это очень сильно повысит наши физические навыки. По данным Минспорта Республики, в этом году новые спортивные объекты появятся не только в Усть-Жгуте. В планах и универсальная спортивная площадка в ауле «Кумыш», и футбольное поле в ауле «Рсакон». А это значит, скоро мечты мальчишек и девчонок из этих аулов станут явью. Совсем как мечты этого универсального спортсмена – футболиста, каратиста и шахматиста Шамиля Чомаева. А скажи, пожалуйста, вот как бы ты себе представлял тот день, который ты приходишь в этот ФОК? Какие бы у тебя чувства были, эмоции? Ну, я был бы, думаю, приятно, удивлен. Хоть у меня и так без этого большие ожидания, я был бы счастлив. Татэк Джалавян, Заур Лиев, Архив, 24. В преддверии Международного дня медицинской сестры, который ежегодно отмечается 12 мая, в Медколледже Черкеска прошло праздничное мероприятие с участием студентов, учеников медицинского класса, открытого на базе Центра образования номер 11 и специальных гостей, заслуженных медсестер Карачао-Черкесии. В честь виновниц старшества читали стихи и доклады о том, какой путь с древних времен до наших дней прошла профессия сестры милосердия. Затем медсестрам вручили благодарственные письма от руководства колледжа за верность выбранной профессии. Кроме того, в честь праздника грамоты получили будущие медики, отличившиеся в учебе. Это хороший праздник, его значимость видна в том, что это Международный день медсестры, то есть значение этой профессии достаточно велико. Я хочу поздравить всех медицинских работников среднего звена нашей республики с этим замечательным праздником и пожелать им огромного здоровья, личного счастья и большого терпения. Мне очень нравится в этом колледже. Очень хорошие учителя, очень хорошие знания, много всего хорошего, хорошие праздники. Ну и студенческие будни, они тоже проходят очень весело. На этой неделе вся Россия отмечала 73-ю годовщину Великой Победы. К сожалению, годы не щадят участников той войны. Все меньше фронтовиков живет рядом с нами. Но тем ценнее для потомков их воспоминания. В Черкесске осталось всего 59 ветеранов Великой Отечественной войны. И у каждого из них своя фронтовая история. Аня Задышекова расскажет нам одну из них. Николая Ермолаевича Немкова сотрудники Водоканала поздравляют с Днем Победы уже не первый год подряд. Ветеран своим гостям неизменно рад. В свои 96 он сохранил ясность, ума и всегда готов рассказать фронтовую историю. Еще 10 июня 41-го его 18-летнего призвали в Красную Армию. И так получилось, что годы его службы пришлись на суровое время войны. С октября 41-го и по самый конец. Только в 42-м году был на курсах младших лейтенантов. В ТРУ. Вот и все, два месяца. Остальное – окопы, наступления, окопы, наступления. Николай Ермолаевич прошел войну от начала до конца. Он бился с врагом на Карельском фронте. Был несколько раз ранен, но сбегал из госпиталя, чтобы вернуться к своему полку и продолжать воевать. Его фронтовая судьба – яркий пример того, как любовь к родине и ненависть к врагам раз за разом бросала бойцов Красной Армии в яростные атаки. Этот святой праздник хотелось бы поздравить их. Желать самого большого здоровья, долголетия. Мы каждый год, каждый год поздравляем их, дарим им подарки, не забываем наших ветеранов. Я думаю, что это должно быть важно не только для акционерного общества на водоканал. Это должно быть для каждого жителя нашей республики, нашей России. Поэтому мы и думаем, что и впредь будем поздравлять их. Гости, выслушав воспоминания ветерана, заверили Николая Ермолаевича, что в любое время готовы оказать ему любую необходимую помощь. Ведь это самое меньшее, чем они могут отблагодарить наших ветеранов за то, что они проливали ради нас кровь на фронте. Анета Дышекова, Радомир Князев, Архиз, 24. Скалолазание – вид спорта, само название которого звучит опасно. Однако с каждым годом он становится все более популярным среди людей самого разного возраста. А учитывая, что 80% территории нашей республики занимают горы, то не случайно Карачао-Черкесия ежегодно привлекает огромное число любителей и профессионалов скалолазания. А накануне съемочная группа программы «Твой выходной» побывала в Карачаевске. На одном из тренировочных выходов – горы спортсменов из клуба «Архиз». Ежегодно члены клуба «Архиз» проводят в Софийском ущелье учебно-тренировочные сборы, принять участие в которых приезжают люди из разных уголков России и даже зарубежья. Ведь скалолазание сегодня доступно абсолютно всем желающим. Начать с географии, то раньше у нас, конечно, в самом начале это были жители Карачао-Черкесии, дальше мы расширились на всю Россию. И вот в этом году у нас хороший опыт международных сборов. И любой житель планеты Земля на сегодняшний день может подать заявку и принять участие в наших учебно-тренировочных сборах. По возрасту, конечно, ограничения есть. Это с 16 лет при разрешении родителей и с 18 лет свободно любой человек. Верхняя планка не ограничена. В этом году в рамках соглашения между Россией и Германией в Карачаевск прибыли по обмену немецкие студенты. Специально для этих ребят подготовили насыщенную учебно-развлекательную программу. И, конечно, не обошлось без походов в горы. Ведь все вновь прибывшие – альпинисты со стажем. К тому же они посетили сборы в Архызе и получили значки альпинистов России. Горы сближают. Это факт. Нам очень понравилось, как нас приняли в Карачаево-Черкесии. Все очень дружелюбные. У вас гостеприимные люди, интересная культура и очень вкусная кухня. Конечно, Карачаево-Черкесия отличается от Германии. Здесь другая культура и религия. Но когда мы ходили с ребятами в горы, там все границы стирались. Горы объединяют. И там уже не важно, кто из какой страны приехал. И так как мы присоединились к скалолазам в один из их тренировочных дней, я тоже решила испытать свои силы и впервые покорить скалу. Ну а что из этого вышло, вы узнаете, посмотрев новый выпуск программы «Твой выходной» в это воскресенье в 19.00. Еще одна победа в копилке журналистов «Архыз-24». Накануне в Нальчике подвели итоги первого ВСКФО молодежного фестиваля «Кинокавказ». Участие в нем приняли конкурсанты из Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и, конечно, Карачаевой Черкесии. Членом его жюри была наш корреспондент Асиат Мамаева, который и назовет нам сейчас имена победителей фестиваля. Северокавказский молодежный фестиваль «Кинокавказ» – некоммерческое мероприятие проводится впервые. Хотя планируется как ежегодный. Он представляет собой конкурс короткометражных, игровых, анимационных и документальных фильмов, а также социальных видеороликов. По мнению членов жюри, сегодня любительское кино и видеотворчество – самый современный способ коммуникации и самовыражений для молодых людей. Важно не только научить молодых режиссеров делать качественный видеоконтент, но и насыщать их добрыми мыслями. В конкурсной программе 20-летняя картина, отобранная из 35 заявок, пришедших на фестиваль. Ну а жюри конкурса составили специалисты из Москвы и регионов Северного Кавказа. Сама идея проведения фестиваля, кино такого фестиваля, конкурса, витала давно. Предпринимались попытки разные, проводились как бы мини такие вот фестивали пробовали. И сейчас все-таки вот вышли на региональный уровень. Отличительной чертой всех фильмов про Кавказ являются красивейшие горные пейзажи «Война и любовь». Среди представленных работ и телевизионная передача нашего корреспондента Айгуль Баранукова и «Мой аул» о жизненном укладе и быте аула Жакоха Бескова района. Начав свою телевизионную деятельность год назад, Айгуль нашла себя в проектах «Ремесла» и «Мой аул». Ровно четыре года тому назад, когда я еще проживала в другом городе, видя в прямом эфире, что здесь, в моей любимой родной республике, открывается новый канал, я настолько была рада, во-первых, во-вторых, завидовала, что почему меня там нет. И вот буквально в 2017 году, летом, я все-таки вернулась на свою родину и в первую же очередь захотела уже здесь работать. К счастью, меня приняли. И самое первое, что мне предложили, это вот работать над программой «Мой аул». В шорт-лист в фестивале вошли 10 короткометражных, 7 документальных фильмов и 4 социальных ролика. И в них, по мнению доцента кафедры телевидения в ГЕК, председателя жюри Виталия Калинина, присутствовала попытка проследить ментальные качества, присущие традиционной культуре. Фильмы меня удивили. Не потому, что я готовился там, скажем, увидеть какой-то уровень. Я понимал, что нельзя сравнивать там московский, не московский. Но меня удивило, что подход к работам и серьезность отношений, и профессионализм, не побоюсь этого слова, студенческих фильмов высок. Победителями в номинации «Короткометражный игровой фильм» стали «Карсина посетителей» от Улаева и Мина Республика Дагестан и фильм «Спой мне» Бербекова Булата Кабардино-Балкария. В номинации «Телевизионный документальный фильм» победителем был назван фильм Гапаева Алана «Здесь живут люди. Москва». Специальный пресс-жюри за лучшую телевизионную программу получил фильм «Мой аул Айгуль Барануковой». Меня удивил, так сказать, подход. Он абсолютно профессиональный, то есть с точки зрения телевизионной. Это и графика, это и точная работа с персонажами, с героями, да. Это такое вдумчивое отношение, так сказать, к тому, что люди делают. И главное, что для телевидения это очень точно информационно. И очень точно понимается цель, известная и понятная аудитория. Поэтому, мне кажется, что «Мой аул» удался и получил достойную свою награду. Награду достойны, в первую очередь, мои операторы. Я безумно им благодарна. Это Заур Ли, Фирадамир Князев, монтажер у нас Рамазан Хибыртов. Вот благодаря именно сплоченной работе команды мы достигли этого результата. Мы безумно рады, безумно счастливы, что жюри оценило. В номинации «Социальный видеоролик» победил фильм «Мумновение» Ангелина Бетаровой-Цаликовой «Эрсуа Алания». Лауриатом был назван оборви эту цепочку зла Амина Кужева из Кабардино-Волкарии. Ну а по окончании церемонии награждения за высокий профессиональный подход и поддержку молодых кинорежиссеров, главный редактор журнала «Мини-Таоскер Дудуев» вручил Виталию Калимину и Мухаммеду Черкесову медали имени Кайсына Кулиева. Сам фестиваль удался или нет? Вот я бы ответил «да». Почему «да»? Потому что я все-таки вижу, не психолог, но все равно на лицах людей вижу какую-то реакцию. И даже те, которые не получили прям вот конкретно вот этот первый заветный приз победителя, допустим, но даже они очень довольны и это сразу видно. Со своей стороны молодые и талантливые режиссеры поблагодарили всех, кто помогал и в создании картин, а также организаторов фестиваля – студентов пятого курса СКГИ. Ну а то, что этот фестиваль теперь станет ежегодным, в этом уже никто не сомневается. Сьет Мамаева при содействии телеканала «Первая Кабардино-Волкария» и филиалов ГТРК «Кабардино-Волкария». Таким, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства «Карачао-Черкесия» и на нашем канале «Архиз-24». Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова